Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот сегодня мы с вами слушали очень важные слова, касающиеся Духа Святого и духовной жизни человека. Вот смотрите, Евангелие начинается достаточно необычным эпизодом. После того, как Господь призвал своих учеников, он приходит в некий дом, и туда собирается много людей. И вот одна только фраза нам показывает, какой ажиотаж был вокруг этого собрания. Ну, если человек приходит кому-то в дом, кто-то приходит еще и с соседей его послушать, поговорить, если это интересный человек, то хозяин обычно, ну, какой-то накрывает небольшое угощение. Для того, чтобы беседа лучше шла, всегда удобно поговорить за какой-то трапезой. Здесь Марк, как всегда, очень лаконично, говорит только одну фразу. Народу собралось столько, что невозможно было даже кусок хлеба съесть. То есть понятно, что в дом к этому человеку, к которому пришел Иисус, набилось такое количество людей, что они стояли даже вот и во дворе, и все для того, чтобы послушать Иисуса Христа. Вот. При этом он говорил с довольно большой горячностью, как мы теперь можем сказать, в духе. Потому что ближний его, а в конце этого эпизода мы с вами находим объяснение, кто такие ближний его. Это мать с братьями. Значит, они пришли забрать его оттуда, потому что до них дошел слух, что он не в себе. Вот. Ну, я не думаю, что они подумали, что он тронулся умом, или что он одержим чем-то. Просто они, наверное, решили, что он устал, и, может быть, его нужно просто забрать, чтобы он мог отдохнуть, потому что много людей, и, может быть, он как-то в этой полемике очень возбужден. Вот. Но не только родители, не только ближние забеспокоились об этом, обеспокоились и книжники с фарисеями. А те просто пришли прямо туда целенаправленно, чтобы всем показать, что вот Иисус не просто там так говорит, что он одержим, одержим бесами. Вот. Ну, ближние его не смогли пройти, это мы с вами в следующем эпизоде находим упоминание об этом, когда уже ученики ему говорят, там, вот, матерь твоя и братья твои, они там стоят, не могут сюда пройти. Вот. Они остались стоять вовне, а вот книжники, которым все уступали дорогу, как знатокам писаний, как людям уважаемым и сведущим в духовной жизни, они вошли в этот дом и стали обличать Господа. Они стали говорить, вот, все, ну, посмотрите, он одержимый. Вот. И вот им говорят, что, ну, как же, вот он исцеление совершал, там, сухоруковый исцелил, перед этим буквально еще там что-то, а они говорят, нет, он все это делал вот бесовской силой. В нем веельзиву, и он именно этой силой исцеляет людей. То есть, таким образом, чтобы не прибегали к нему за исцелением. Вот. И тогда Господь говорит такую небольшую притчу. Он говорит, что если им поверить, то получится, что сатана сам на себя восстал. Получается, что он изгоняет бесов бесовскую же силу. И говорит, где вы видели такой дом или такое царство, которое бы могло устоять, если сам князь этого царства сам на себя восстает, разделяется в себе. То есть, совершенно очевидно, что они поторопились его обвинить в этом, потому что их обвинение действительно стало нелепым. Но Иисус говорит еще что, а вот кто действительно сможет победить царство, это вот если в дом сильного, ну сильного, злой силы, естественно, приходит кто-то сильнейший его, сильнейшей силой добра, вот он, если его свяжет, то действительно сможет похитить то неправедное сокровище, которое он в себе присвоил. И поэтому Господь говорит, что этим самым, что он пришел, что он именно и есть тот более сильный, что он тот, кто сильнее сатаны, что сатана связан и все эти сосуды, которые он исхитил, людские души людей, что он эти сосуды у него исхищает обратно, то есть освобождает их. Ну и еще хочется сказать про следующий эпизод, там есть такая фраза, что, раз уж мы говорим об этом, что никакая, что хула на Духа Святого не простится ни в этом веке, ни в будущем. И многие спрашивают, а что же это, собственно говоря, означает? Вот почему хула на Господа простится, более того, Господь сам пришел на хулу, на унижение, на поношение. И тем не менее, сам на кресте говорил, прости им, не ведают, что творят. Почему же хула на Духа Святого не простится? Ну, здесь имеется в виду, ни в этом веке, ни в будущем, то есть не будет прощаться ни в этом веке, ни в будущем, всегда она будет осуждаться Богу. А потому, что хула на Духа Святого, это, в общем-то, всегда хула на человека, который в Духе. И вот первый как раз пример вот этой хулы на Святого Духа явили вот эти самые книжники, которые сказали на Господа, что вот он одержим бесом и он силой бесовскую совершает все свои чудеса и вот говорит он тоже будучи одержимым. Потому что человек, который в Духе, он действительно может казаться окружающим не совсем обычным. И вот чтобы защитить человека, который предал себя водительству Святого Духа, Господь и говорит, что хула на Святого Духа не простится. То есть не простится тем, которые, видя человека в Духе, будут объявлять его бесноватым. Аминь.